Бельгия Мы на стоянку остановились в городе Муас-Крон Это граница Бельгии и Франции Прямо вот город, в котором практически проходит граница Один из Достали велики и решили пойти все-таки прокатиться Потому что что-то мы засиделись Столько дней уже в пути И даже толком не разминались Да и погоды не было, возможностей не было Так что все Готовы И едем покорять Муас-Крон на великах На улице достаточно прохладно Мокро Но Блин, ну еще самое палевое, что у меня нет крыльев на велосипеде Поэтому приходится Справляться Да никак не справляться Просто ехать без крыльев По мокрой дороге Боюсь, что буду весь грязный В общем, поехали мы исследовать город Муас-Крон Здесь вроде есть старый город Сейчас посмотрим, что там интересного Так что поехали Вот мы стоим в городе, в Муас-Кроне Прямо на перекрестке И прям вот этот перекресток разделяет Бельгию и Францию Там вот Франция, а вот тут вот Бельгия И этот перекресток стоит между двух стран Вот въезд в Бельгию Допустим Вот мы в Бельгии, а вот тут мы во Франции Да, там мы во Франции Очень миленько Собственно, вот так выглядит граница Вот Даже по асфальту можно определить Асфальт бельгийский, асфальт французский И вот начинается французский город Ватреэллос А вот он Муас-Крон И вон тот перекресток, откуда я только что снимал То есть все Франция, Бельгия Бельгия, Франция С наступлением темноты в Европе все города умирают В принципе, это же и касается Муас-Крона Где мы сейчас находимся Людей нет Машин очень мало Ну и достаточно печальная картина везде Ничего не видно Вся красота, которая есть Я надеюсь Она вся скрыта А показать все, что скрыто Мы сейчас не сможем, к сожалению Потому что темно Вот можем посмотреть, почем нынче жилье В городе, допустим, Муас-Крон И в других бельгийских городах Вот себе скромненький домик 580 тысяч евро Квартира в жилом комплексе 550 тысяч евро Квартира 300 квадратов Ну да, 300 квадратов Ладно, посмотрим, что-нибудь поскромнее Вот домик, который бы меня устроил 329 тысяч Берем Да это говно Вот дом Вот это дом О, вообще халява просто Гараж для одной машины 240 тысяч квадратных метров Одна ванная Гараж Три комнаты 248 метров Очень даже себе А вот Я только не пойму, это за дом Да, это весь дом 780 тысяч евро Всего две душевых На весь дом И гараж всего на одну машину И всего 5 комнат Это как? Ну, у нас большие Ну, наверное Охренеть Так что вот так вот Вот Три комнаты 70 квадратов Что-то мало 70 квадратов Это квартира Это квартира А, квартира Вечер Бельгийский маленький городок И Скромная порция Бельгийской картошки Фри Вот это вот Средняя порция То есть вот это средняя Понимаете, да? Ну и пивко Бельгийское Вкусное Вот так Проходят Вечера У типичных бельгийцев Сегодня уже 2 февраля Время 7 часов 28 минут Утро Мы уже 4 часа в дороге Выехали с бельгийской стоянки И уже подъезжаем к Парижу До Парижа осталось 40 километров А до нашего места разгрузки 58 километров То есть чуть-чуть за Париж Трафик уже бешеный Машин много И самолеты Тут прям вот Мы едем Где проходит коридор На посадку На Шарль-де-Голе И Тут прям самолеты В очередь выстроены Все Трафик уже сумасшедший Просто При том, что Местное время 6 часов 28 минут Все уже спешат на работу Ну и мы тоже спешим Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы подъезжаем К месту разгрузки И нам пришлось Ну как пришлось Здесь вот ведет Вот такая дорога На разгрузку Приехали на выгрузку Сегодня наконец-таки 2 февраля 10 часов утра И мы прибыли на выгрузку Вот такой вот большой Большой-большой-большой Склад угля Весь уголь Из Калининграда Но естественно Расфасованный Уже под Францию Мы разгрузились Все произошло Достаточно быстро Правда с большим трудом Получилось вообще Заехать в это место И выехать Оттуда еще сложнее Казалось Ну а теперь Остается выехать Вообще С окрестностей Парижа Потому что Тотальная задница На дорогах Вот такие пробки И пробки Абсолютно Не пролазные Так что У нас сейчас Можно ехать Еще где-то 3 часа И сколько мы Точнее Какое расстояние За эти 3 часа Мы преодолеем Не очень понятно Потому что Мы думали Что все будет Намного проще Третье февраля Время 5 часов 28 утра И мы Приехали в город Мастрих Точнее Под Мастрих Там встали На обычной парковке Даже не на бензоколонке Вот Запарковались Потому что У нас сейчас Два дня отстоя Будет Поскольку У нас загрузка Недалеко здесь Совсем И загрузка Будет происходить Только в понедельник А сейчас На дворе суббота Поэтому Два полных дня И две полных ночи Мы протусуемся Без дела Вот Поэтому сейчас У нас даже Мы приняли решение Наверное Прямо сейчас В 5 часов 28 утра Возьмем Достанем велосипеда И поедем В центр города Ну Будем там встречать Рассвет А что делать До центра От этой парковки Всего лишь 8 километров Вот Ну Таковы Минусы Поездок На фуре Потому что Нельзя заехать И встать Там Где ты хочешь Приходится Искать Особые Специализированные места А поскольку Не во всех Европейских странах Все в порядке С парковками Для фур Приходится Ставая Чуть-чуть Подальше От тех мест Где хочется Ну все В общем Сейчас мы решим Либо мы поедем В центр Либо поспим Все-таки чуть-чуть А потом поедем Ну Что-то Один фиг Что-то будет происходить Так что Не отключайтесь В общем Нафиг Решили мы не ехать В 5 утра Кататься Потому что Ну что-то совсем Было впадло Мы решили Лучше поспать Вот Сейчас мы уже В полном обмундировании Время Где-то около 12 часов дня И мы в Мастрихте По-прежнему Да 12 часов Вот И пошел дождь Зараза Вот Но Это нас Не будет останавливать Потому что В Мастрихте Мы не каждый день Бываем Поэтому все-таки Поедем Катаемся Даже под дождиком Легким По прогнозу Он вроде должен Пройти сейчас Чуть-чуть И закончится Будем на это Очень надеяться Вот Так что Наконец-таки Интересный город Интересное место И я надеюсь Что-то будет Интересное Вот прям Вот тут Все Погнали Спасибо 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 Спасибо